К 2030 году в Якутии уровень обеспеченности продукции местного производства должен составить 76%, а удовлетворенность требованиями потребителей по качеству и безопасности данной продукции должен достигнуть уровня 70%. Это не просто слова, это слова из стратегии 2030, общественное обсуждение, которое идет сейчас среди общественности республики. И возникает сразу вопрос, как же достичь таких показателей. Об этом мы сегодня поговорим в программе «Не пропусти главное». В студии Иван Луцкан, добрый вечер. Стратегия 2030 должна быть принята уже в конце этого года. Такую задачу поставил глава республики Егоров Анатольевич Борисов. В документе содержатся индикаторы по развитию республики по всем направлениям. Мы же сегодня с вами будем говорить о развитии местной промышленности. И в начале программы предлагаю посмотреть небольшой сюжет. Несмотря на то, что на рынке местного мебельного производства ООО «Мебельком» не первый год, вести конкурентную борьбу с привозной продукцией все сложнее. Ценовая конкуренция с одной стороны и большие издержки на транспортировку и производство, с другой тормозят развитие. «Мы сейчас делаем именно корпусную мебель для любой готовности. Мебель для детских садов, школ, офисная мебель для организации предприятий». Большим препятствием для предприятий, производящих мебель, также являются тарифы на электроэнергию и недешевый труд. При этом маркетинговых ресурсов также не хватает. «Ждем открытия нового торгово-выставочного центра. Перед нами открываются новые возможности. Вот показать себя, выставлять свою готовую продукцию». Будущий мебельный кластер «Саха-мебель» – это концентрация торговой активности в одном конкретном месте одной определенной рыночной ниши. В данном случае для производственников мебельной продукции со всей республики. «Запускать мы провели исследования, участвовали в выставках. И есть тенденция к тому, что население сейчас испытывает желание приобретать якутскую мебель именно в массиве. Прошедшая выставка мебели, прошедшая в торговом центре Кружала, показала, что мебельщики есть, их много, но они испытывают проблему по размещению своей продукции на постоянной основе». Планируемое количество участников собираемого пула – 15 организаций. Своих резидентов кураторы проекта обещают обеспечить различными маркетинговыми и образовательными инструментами. Но помимо использования кластерного ресурса, региональные мебельщики также отмечают острую необходимость и других мер административного участия и федеральной поддержки местных производителей. Ведь по разнообразию материалов они пока сильно отстают от других городов, так же, как и по наличию технологии и оборудования. Иван Подоницин, Гаврил Дичков, Владимир Павлов, НВК Сахай, Якутск. Сюжет мы посмотрели. Сейчас предлагаю все-таки обсудить, какие тенденции у нас в развитии местной промышленности имеются. Все-таки сейчас делается акцент на несырьевые виды производства, ориентированные на внутреннее потребление. Сколько там людей работает и каковы вообще перспективы развития такого вида? В местном производстве у нас занято 6,2% трудоспособного населения. И в валовом региональном продукте оно занимает где-то 3,2% ВРП. И если говорить о развитии местного производства, то в будущей стратегии 2030 мы поставили одну из задач, то это развитие местного производства. Потому что местное производство, оно развивает и малый и средний бизнес. Местное производство будет занято в основном в сельских населенных пунктах. В основном это у нас агропромышленный сектор, там проживает где-то 35% нашего населения. И основной акцент мы в первом этапе делаем на развитии агропромышленного сектора местного производства. Но также мы делаем акцент на развитии легкой промышленности, на переработку местного сырья. Это производство строительных материалов из местного сырья. Это развитие легкой промышленности, кожевинно-обувной, и производство белья и так далее. А вообще люди идут, стремятся в эти виды производства сами, простые граждане? Или все-таки им это не интересно? Ну сейчас у нас развито очень много стимулирующих программ в этом направлении. У нас работает фонд развития предпринимательства. В основном направлении поддержки является поддержка местных производств. А также и по сельскому хозяйству очень много у нас видов поддержки. Это производство, переработка пищевой продукции, это развитие сельскохозяйственного производства, это животноводство, растеневодство. В этом направлении тоже у нас очень много программ работает. Дмитрий Змитрович, ну вы уже, наверное, раз пять повторили в своем выступлении. Агропромышленное, сельское хозяйство, так? У нас как раз есть представители двух крупнейших компаний республики, Туимада, Агроснов, ППК, Якутия. Вот ваше мнение. Как развивается агропромышленный комплекс? Есть плюсы, есть минусы, трудности? Доброе утро. Ну я считаю, что на сегодняшний день действующие механизмы государственной поддержки создали сам рынок. То есть у нас есть товаропроизводство во всех улосах, в зависимости от специфики улоса. Но сегодня, получается, будущая стратегия будущих периодов, мы считаем, что основной приоритет должен быть именно на товарообмен между центральными и арктическими районами. То есть, получается, каждый улос славится своим производством, но должен быть товарообмен. И вот, допустим, на нашем примере, мы как Туимада, Агроснов, осуществляем завоз, заготовку, завоз овощей из центральных районов республики в арктическую группу районов. А из арктической группы районов мы вывозим промысловую продукцию. То есть это свежую рыбу, свежее мясо. Наши суда, теплоходы, рефрижераторы, позволяют без потери качества доставить в город Якутск. Но вот это, получается, на нашем уровне. Но его нужно совершенствовать. То есть, получается, занятость, допустим, население, развитие жизни населения, они должны идти к тому, что у людей появится возможность именно самим зарабатывать. То есть именно от того, сколько сдали рыбы, сколько сдали мяса, сколько заготовили молока, улучшались их доходы. Вот к чему, я считаю, должна стратегия развития быть направлена. Хорошо, допустим, а вы сами-то готовы уже перейти на такой способ? То есть, чтобы люди рыбу приносили, чтобы обратно не шли пустые рефрижераторы, а уже были заполнены. Ведь у нас же пути на чаще всего, там, строганинку хотят покушать зимой. Здесь хоть отдельное спасибо Министерству экономики, что учли наши предложения по включению в мероприятие стратегии именно якутского рыбоперерывающего завода, создание единого бренда «Белая рыба», это вот наше производство получается. Идея такая, что мы в арктических районах создаем опорные пункты, в которых будем принимать сырье, а там же будут овощехранилища, где всегда будет доступ к свежим овощам, из центральных местных овощам получается. Будут хладокомбинаты, которые будут хранить продукцию в свежем виде. И тем самым мы создадим то, что когда наши суда подходят в арктические пункты, они уже будут готовы разом забирая весь объем. То есть маленький объем депанасы создаем. То есть суда забирают, и тем самым частота рейсов увеличивается. И если так произойдет, то доставка грузов в арктические районы, она существенно снизится. А это в свою очередь создаст то, что продукты питания в арктических районах будут дешевле. Допустим, до Чокурдах у нас объем перевозки одного килограмма груза стоит 26 рублей. То есть стоимость в продуктах питания в Чокурдахе будут. Себестоимость плюс 26 рублей. Это речным транспортом. Самолетом-то там в разы сотни. Да, если арктические, то получается на килограмм где-то 150 рублей. То есть получается в Усть-Куйге вот в январе вот 16-го года, когда был в магазине, там фрукты стоили от 600 рублей килограмм. Это очень дорого. Ну а все-таки хватит продукции там местной вылова, чтобы загрузить тот же самый рефрижератор и пустить его обратно? Или в том объеме не вылавливать? Ну у нас вот только квота на вылов рыбы составляет 4,5 тысячи тонн. И мы получается вот за навигацию заводим тысячу тонн. То есть у нас получается до 4 раз мы можем нарастить мощность. А ФПК Якутия как может здесь присоединиться? ФПК Якутия, я хочу как бы немножко сразу уточнить, что необходимо четко делить малое производство, малое предпринимательство и большие крупные производства, которые должны производить массовый продукт. Это такое производство, как ФПК Якутия. То есть тут вопрос уже не стоит как интеграции, там кооперации, как вы говорите, да, а именно вопрос стоит в издержках производства и конкурентоспособности продукции по сравнению с привозной продукцией. То есть необходимо, вот вы, например, говорите, да, там будет развиваться, например, там, производить там белье, производить там одежду. Это же получается это производство, которое нацелено на узкие очень рынки, да, то есть если производить, например, одежду с якутскими узорами, это, конечно, будет пользоваться спросом, но за пределами региона это, как бы, к сожалению, объемы производства будут очень маленькие. Это практически кустарное ремесленное производство. Если говорить о местном производстве именно как о масштабных проектах, да, то это может быть рентабельным только мощные, хорошие производства с низкой себестоимостью и, главное, с конкурентоспособной продукцией, с сильной маркой, которую можно вывозить за, не только работать на внутренний рынок, но и за пределы региона вывозить, да, то есть мы пока идем по такому пути, но тем не менее надо сказать, что если будет развиваться вот эта стратегия 2030, которая подразумевает также и снижение издержек производства, то, конечно, результаты будут. Но на данном этапе необходимо сказать, что, к сожалению, время показывает, что любое производство в Якутии масштабное, оно не является по издержкам конкурентоспособным по сравнению с производством в других регионах. Единственная возможность – это только развивать сильные бренды, то есть производить такой продукт, который можно продавать в два раза, например, дороже, чем продукцию других регионов. То есть мы пока над этим работаем. Можно сказать, да? Вот у нас стратегия как раз-то создания условий для ведения бизнеса, да, это тоже одно из условий, ну, одно из задач, которые у нас ставятся. Основные проблемы наших производителей – это высокая себестоимость, как вот уже сказали, да, это тарифы на электроснабжение. У нас по сравнению с среднероссийской, оно в два раза выше, даже в три раза выше. У нас где-то 6 рублей составляет, там где-то около 2-2,5 рублей. И у нас условия еще транспортные, очень намного дороже завозить сюда продукцию и доставить сырье. У нас проблема в недостатке вот тех же мощностей у перевозчиков наших, это Ленске объединенное речное пароходство, у нас на севере в основные продукты только могут доставляться таким видом транспорта. И в очень короткий срок, что для перевозчиков отвлекает очень большие средства для производителей. Ага, ну сейчас перейдемся на небольшую рекламу, а потом продолжим наш разговор с гостями в студии. Я напоминаю, что вы в студии не пропусти. Главное, у нас есть телефонный звонок телезрителя. Добрый вечер, мы вас слушаем. Из города Якутска, Данил Данилович Толсиков. Вот я хочу задать вопрос. Вот всегда вот показывает, рассказывает, да, который, мол, привозит рыбу из севера на референератора, да. А где они продаются? Вот я сколько лет живу в городе Якутске, я дешевую рыбу не видал. Всегда в христианском рынке рыбу, например, 800 рублей меньше не стоит. А где продаются? Вот привозят. Агрошная. Хороший вопрос. Большое спасибо за вопрос. Вопрос на самом деле имеет место быть, потому что рыба, которую мы привезем, вот тысяча тонн, о которой я говорил, она, получается, мы оказываем услуги по перевозке в основном. И получается у нас вот, каким образом существует эта схема? В феврале, получается, уже закупщики рыбы уже, точнее, авансируют рыбаков, чтобы рыбаки уже могли подготовить, купить топливо, людей подготовить, получается, чтобы отправить их на участки. А потом уже, получается, когда вот нашими судами рыба прибывает в город Якутск, то они с речного порта Якутск вывозят эту рыбу. А какая-то часть, конечно, выводится из-за пределы республики Саха-Якутия. Какую-то часть покупаем мы. Но рыбу, которую покупаем мы, мы конкретно направляем на переработку, то есть на производство готовой рыбной продукции. Тем самым мы делаем свою продукцию до 40%, может быть, дешевле, может, доступнее делаем. Наша рыба, и в том числе свежее мороженое, продается у нас один-единственный магазин, потому что мы для себя решение приняли работать на оптовый рынок. А так, конечно, вы можете купить у нас на рыбзаводе самом. А у нас, получается, в магазине на Кирово-Тринассе, где вот министерство ЖКХ, вот Купава стоит наше. Ну и получается, готовую рыбную продукцию у нас продается в сети магазинов Алмаз, Айгуль. Ну и получается всего где-то около 60 магазинов-партнеров у нас именно реализации рыбы и рыбной продукции. Вот все-таки возвращаясь к теме развития промышленности, а что же тогда с инновациями, о том, что мы говорим? Будут ли они каким-то образом применяться? У нас созданный технопарк. Все-таки IT-отрасль или же эти инновации в другой промышленности? Добрый вечер. Спасибо, Иван, за вопрос. На самом деле, если говорить про стратегию 2030 с горизонтом до 2050, то однозначно без инновационного подхода стратегия для меня лично была бы непонятна. То есть если бы это не учитывалось, потому что уже сегодня понятно, что стандартными методами нам местную промышленность, местное производство не развить. Если бы оно могло развиться, наверное, бы сегодня оно уже гремело на весь мир и развивалось так, чтобы мы только могли бы ее останавливать. Поэтому здесь несколько подходов. Первое, это будет открываться, вот вы правильно задали вопрос, создаваться новые отрасли будут создаваться. То есть от обычных стандартных подходов, то, что сейчас разговаривали коллеги, будут создаваться новые, в частности, вот вы правильно сказали, IT-отрасли. Вот вы сегодня, мой коллега Туярис ФУПК, она говорила правильно, что очень высокая себестоимость производства. Для IT-отрасли эта себестоимость не влияет на решение. То есть те примеры компании Майтона или компании Синет говорят о том, что можно сегодня, сидя в центре города Якутска, производить продукцию на миллиард рублей в год и транспортировать. То есть железная дорога, транспорт, корабли, ничего не надо, нужен только высокоскоростной интернет. Все. И креативные мозги. То есть вот эту отрасль мы будем развивать и по плану стратегии, если не застанно не соврать, мы где-то должны к 30-му году достигнуть где-то 15% в РП, а к 50-му году уже 30% в РП. А вот в технопарке используется ли отбор какой-то, что вот действительно это IT-отрасль, там отдельная резидент. Что касается других отраслей, ну стандартных отраслей, то есть там однозначно надо переходить на новую индустрию, то есть перевооружаться. Вот сегодня я видел, в начале программы было про мебельную производство, то надо конечно там перевооружать эту производство. Сегодня существует на федеральном уровне национальная технологическая инициатива, как раз говорит о том, что не создавая новое производство, а перевооружать старое. То есть переходить на новое производство, где практически нету человека затрат, где работают роботы. Вот у нас как раз два резидента технопарка присутствуют. Ребята, расскажите, чем вы занимаетесь, во-первых, а во-вторых, используете ли какие-то новые технологии, кого привлекаете для работы? Я начну, да? Наша компания «Гопласт» занимается производством полиэтиленовых труб для холодного доснабжения и газоснабжения. На сегодня у нас стоит два оборудования. Но эти стандартные оборудования для производства полиэтиленовых труб. То есть сырье мы привозим из Казани и здесь производим эти трубы. Что касается инноваций и так далее, то, конечно, мы работаем с Институтом нефти и газа по морозоустойчивости полиэтилена, по повышению морозоустойчивости. Но тут проблема не в том, чтобы увеличить вот эту морозоустойчивость, да? Оказалось, как мы узнали, эта проблема в том, что заказчики, они боятся использовать полиэтилен, в частности, вот поставщики газа. Да, боятся, потому что для них это, оказывается, совершенно новый продукт, который они только-только узнали. Нет, скажем так, нужно переквалифицировать персонал, чтобы вот это вот... Нет опыта работы по укладке. Да, по укладке именно. То есть это не полипропилен, а именно полиэтиленовый, да? То есть тут ключевое... Да, который подходит для транспортировки газа и холодной воды. Да. А вот такие трубы вообще где-то производят в России? Конечно, производят. А вот цена, допустим, у нас выгоднее или все-таки, как всегда, там купить в центре и тут привезти? Или вы по срокам выгадываете? Да, у нас выходит выгоднее приобретать, потому что заказчик к нам может в любой момент прийти и сказать, я хочу там 5 рулонов труб по 150 метров, 6 рулонов по 100 метров и там, ну, дайте мне 5 отрезков там по 12 метров. Ну и плюс возить воздух-то смысл какой. То есть сама труба, мы же фурами возим ее, это пустота, то есть лучше экструдер привезти и растянуть здесь. Вообще вот эти производства, которые ориентированы на внутренний рынок, они как раз конкурируют. Наша сложная логистика как раз защищает наших производителей. Там где-то, ну, по краске Андрей не даст оврать, там в 2-3 раза дешевле краска получается. Да, у вас краска, я так понимаю, да? Да, мы занимаемся производством красок. Мы напрямую конкурируем с крупными производителями России на рынке республики, а также на полках, например, вот близлежащих регионов тоже у нас цены более конкретные. Мы потихоньку выходим. А так мы делаем ставку на именно вот технологии, высокотехнологичный продукт с высокой стоимостью за килограмм. Например, у нас вот есть магнитная краска, мы планируем его вывести на вообще российский рынок общий. Для этого мы делаем большие инвестиции в технологии, это лаборатории, испытания. Конечно, и проблема у нас тоже есть в кадрах квалифицированных. У нас сейчас инженерный состав, все выпускники центров вузов, химики, технологии. Постоянно их отправляем на курсы, на различные повышения квалификации. Вот вы как раз затронули тему привлечения кадров, да, вот почитаешь любые форумы, главный вопрос по поводу промышленности, почему они берут местных? Вот так ли это? И если это так, то с чем связаны проблемы? Почему не берут? Или тогда что нужно делать, чтобы их брали? Это вопрос, наверное, ко всем гостям. Вы знаете, в самом начале, когда мы три с половиной года назад открывали производство, мы очень долго искали инженера-технолога, именно вот по полиэтилену, да. Оказалось, у нас вообще не в госзаказе нет, да, вообще такого заказа на такую специальность, например. Наши выпускники инженерно-технического факультета вообще не знали, что это такое за материал. И мы, как говорится, да, тоже путем своих проб и ошибок, мы сами тоже взращивали свои кадры. То есть это нигде не было, да, учитывая. Я, кстати, вот сейчас я добавлю, просто на самом деле, для чего нужны такие документы, как стратегия? Для того, чтобы синхронизировать все программы. То есть, по сути, если мы говорим, что ставка, допустим, у нас будет развиваться некая отрасль, допустим, IT-отрасль, соответственно, образование должно готовить под это кадры. То есть это университеты, это техникум, это школы, скажем, как бы нужно адаптироваться. Для этого, вот мне кажется, очень правильно, что сейчас именно как раз готовится стратегия, потому что, ну, должна быть синхронизация, и вовремя нужно готовить кадры тем или иным. Как бы производство. В форумах, то, что вы читаете, это, наверное, имеет в виду про привлечение местных кадров в добывающие виды производства, наверное. И не только, вот я, да, и эти слируют. Местное производство здесь, я сомневаюсь, что кто-то привозит откуда-то, вот, например. Но, тем не менее, это очень острая проблема именно не людей с высшим образованием, а именно профессиональных кадров, да. То есть профтехобразование, к сожалению, у нас очень сильно отстает. Самые ценные люди на массовых видах производства, где есть машины и механизмы, да. Например, это слесари. К сожалению, это такая дефицитная профессия по всей Якутии, да. То есть у них и заработная плата нормальная, да. Но, к сожалению, именно высококвалифицированных слесарей, сварщиков, сантехников даже, мы не можем найти. Вот тут именно ключевое, высококвалифицированное, сантехников много. Ну, мы их привлекаем, начинаем их, как бы, внедрять в производство, учить. Но это же время проходит, правильно? Ну, на вашем заводе, наверное, им очень нравится. Ну, да, нравится, конечно. Я про сантехнику. Можно? Да. У нас, видите, вот, если в городе Якутии вот такая проблема, то в артических районах эта проблема намного острее стоит. У нас по линии поддержки предпринимается, по линии поддержки сельскохозяйства выдаются вот рев-контейнеры, шелковые установки. И бывают случаи, когда вот на участке реки вот этот рев-контейнер выходит из Т-Троя, а у заготовителя рыбы, конечно, как бы там нет такой возможности, чтобы специалисты откуда-то с Москвы или, не знаю, с другого города сюда привезти. И поэтому, получается, нужна централизация какая-то. Все равно от артических районов они должны как-то быть соединены. И вот мы говорим, что, допустим, преимущество того, что в городе Якутии можно производить продукцию, потому что, как бы, сюда ввести дорого, то это, как бы, и преимущество, и, наоборот, даже слабость, наверное, потому что с артических районов мы не можем сюда привезти, потому что так же ввести очень дорого. И если там, допустим, ЛОРП ходит, и, ну, то есть, с Усть-Кута, с Иркутской области завоз как-то идет, то с артических районов это очень сложно. И поэтому именно решение вот этого вопроса, наверное, как бы основная задача на ближайшую перспективу. А как вы видите, в общем? Ну, решили. Как предлагали раньше или все-таки еще? Да, имею в виду, как предлагал. То есть, мы все согласны, как бы, со школы мы знаем, что водный транспорт, он является самым дешевым, безальтернативным, получается, для нашей республики. И вот именно развивать нужно одно направление, мне кажется. И вот то, что неконкурентоспособны местные товары и производства, это, получается, вот у нас детский молочный комбинат, электричество вырабатываем мы сами. То есть, у нас где-то себестоимость 1 кВт где-то 2 рубля. Сейчас перейдем все на рекламу и продолжим через несколько минут. Я напомню для тех, кто только сейчас присоединился, мы обсуждаем развитие промышленности в Якутии. И это студия «Не пропустим» главное. Вот мы вернемся опять же к кадрам, к подготовке. Вот вопрос, наверное, будет в Министерстве предпринимательства. Все-таки ваша позиция какая в данном вопросе? Что делать-то? Где брать кадры? Есть ли они местные? Безусловно. Вообще, вот принятие стратегии развития республики до 30-го года и с целевым введением до 50-го, это, получается, у нас 13 лет и 33 года. После того, как вступит в силу этот документ в виде закона. Но это, получается, от государства посыл для тех школьников, это 13 лет. Через 13 лет, которые выйдут на, скажем так, на передовую. И для тех молодых людей, которым родители могут передать и направить их через 33 года, чтобы они вышли уже, так скажем, на те отрасли и обучались уже целенаправленно тем специальностям, которые будут востребованы в 50-м, а то и в 22-м веке. Ну, если вот сейчас подытожить по кадрам разговор, то можно сразу определить, пока профессионалов нет. Так? Нет, они есть, их мало. Есть, но их мало. Мало, да, так? Хорошо, да. Их мало, поэтому они не появляются в местной промышленности. Нет, почему? Или они не появляются, но, опять же, их не хватает. Вот система подготовки кадров, да, у нас очень много средних профтехучилищ, но их база очень устарела, да, и их очень много по республике. Должно быть укропнение и создание крупных баз, как вот у нас же построенный горно-геологический техникум в Хандыге, да, очень хорошая база, очень хорошее там оборудование приобретено, общежитие, учебный корпус. Такой же техникум построен в Нижнем Бестяхе. Это вот одна из политики создания, укропнения, усовершенствования вот этой базы. И такие же опорные пункты по подготовке кадров у нас должны быть и в других направлениях развития, да? Ну, та же ювелирка. Вот как раз вот, да, вот, Александр Тилович, здесь ювелирная отрасль. У вас как? У нас действительно кадры, можно сказать, 100% местные. Ну, подготовка, действительно, вот идет и профтехучилища, художественные училища, вот сейчас колледж, по-моему, да, и университет наш, Северо-Восточный федеральный университет, и, естественно, Красноярский и другие университеты, где вот готовят художников, ювелиров. Поэтому, в принципе, кадры, я считаю, что, в принципе, хватает. Но качество обучения, вот, ну, по ряду причин, в том числе из-за отсутствия должного оборудования для подготовки и так далее, это, видимо, оставляет пока желать лучшего. А так, наша главная проблема сейчас – сбыт нашей продукции. Вот для Якутии, Якутия, вне своей малочисленности населения, покупатель, способность у нас, конечно, достаточно, скажем, низкая. И то направление, которое сейчас развивается у нас массово – это стилизация якутских национальных ювелирных украшений. Оно, конечно, в Якутии уже до такой степени дошло, что сейчас китайцы делают такие же изделия и продают в три раза дешевле, даже больше, видимо. Вот, поэтому, хотя это направление у нас по России, и других регионах, и даже странах СНГ, и Монголии, там, скажем, да, ближайших Киргизии, Казахстан, там, конечно, это очень сейчас модно, и тем более они по духу близки к нам, поэтому мы это реализуем. Но это одно направление. Еще нужно конкурировать с мировыми брендами, можно сказать, с такими странами, где ювелирная промышленность уже давно развита, и чтобы с ними конкурировать, нужно хорошее оборудование, ну и кадры, естественно. А чтобы иметь такое оборудование, вот маленькие предприятия отдельно это не могут, это миллионами, даже долларов стоит, хорошее оборудование, современное. Вот я вот, кстати, Александр Григорьевич, хочу вот в дополнение здесь сказать, что вот маленькие предприятия, они еще и сталкиваются с такой проблемой, что высокие тарифы, вот о чем говорил Павел, это на газ, на воду, на электричество, и получается себестоимость продукции, она намного выше при производстве. Вот сейчас вот как раз затрагивал, да, Павел, вопрос по детскому молочному комбинату. По детскому, да. Изначально вот когда детский молочный комбинат мы планировали, мы знали, что наши продукции, конечно, будут конкурировать с привозной продукцией, и поэтому на самом этапе планирования мы предусмотрели организацию энергоцентра, то, что вот говорил, 2 рубля киловатт на себестоимость, а помимо этого у нас артезианская скважина на самом детском молочном комбинате глубиной до 500 метров, и система очистки воды. Это создало, точнее, дало нам предпосылку тому, что наша продукция, она уже дешевле, то есть себестоимость у нее дешевле. И только за счет увеличения объемов она станет еще дешевле. То есть если привозной творог, допустим, стоит где-то 80 рублей упаковка, то наш творог оптовый на 35 рублей упаковка. То есть это больше, чем в 2 раза. И получается, именно вот если рынок сбыта еще увеличить, то это будет вообще отлично. Данил Семенович, а все-таки пересмотреть вот тарифы на электроэнергетику для малых предпятий возможно или все-таки… Да, это возможно. У нас сейчас на российском уровне есть поручение главы государства Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о уравнивании тарифов на электроэнергию в регионах Дальнего Востока. Это должно быть средним по России. И сейчас проект закона, оно находится на рассмотрении и должно быть внесено в Государственную Думу. Уже в этом году. И мы думаем, что с 2018 года, да, то мы должны получить уравнивание тарифов. Как вы думаете, на сколько упадет тариф? До среднего по российскому уровню. То есть по проекту закона, она, вот эта наша разница в тарифах, она должна сесть на весь оптовый рынок Российской Федерации. А как надбавка? То есть это 2-3 рубля будет? Да. А по газу? Это... Нет, по газу нет, по газу пока нету. Это только касается рынка электроэнергетики. Нет, ну дальше очень много. Но по газу у нас должно быть снижение, когда у нас вот сила Сибири, и мы подключимся к силе Сибири, уже вся Южная Якутия, Лёгминские, Ленские районы, Алданские, Нерингринские, все они должны быть классифицированы вдоль трассы силы Сибири. Но в любом случае переход на газ, вот пример есть, это все равно выгоднее. И бурить скважину все равно выгоднее. Да, конечно. Газ там получается, если комбинированные установки установить, то оно будет вырабатывать электроэнергию и теплоэнергию. И вот здесь, конечно, может быть и снижение расходов. Ну а там может быть, допустим, государство где-то помогать от бурения скважин тех же самых? Какую-то субсидию, препятствия сюда, говорит, я вот уйду, сам пробурю, сам буду воду добывать. Ну, тут нельзя говорить, что только субсидиями и нужно развивать бизнес, да? У нас очень много налоговых льгот, у нас очень много преференций для субъектов малого предпринимательства, для тех же региональных инвестпроектов. У нас со следующего года вступает в силу закон федеральный, да, в изменении в налоговый кодекс. И для региональных инвестпроектов вводится налоговая льгота. И мы тоже в нашем законе приняли уменьшение выплаты по налогу на прибыль и налогу на имущество. Вот, кстати, по поводу налоговой преференции, ну, Торг-Кангаласы, к примеру, да, это классический пример, где действуют данные преференции. Идет ли поток резидентов от этого как-то, есть определенная отдача? Ну, я напомню, что постановление правительства о создании Торг-Кангаласа было подписано 21 августа прошлого года. То есть прошло буквально с момента подписания чуть больше года. Сегодня на территории Торг-Кангаласа строится 6 заводов, плюс округлодичная теплица, японская компания Сайюри, то есть 7 резидентов, плюс еще подано где-то 23 заявки. То есть всего, если в принципе, в ближайшей перспективе, там, в ближайшие 3-4 года, то в этом туре можно разместить около 30 и то и более производства. То есть еще есть возможность желающим принять участие? Да, конечно. То есть по сути Тор, это вообще впервые в Якутии создана особая экономическая зона. Вот. И на моей памяти было несколько попыток вообще создать эти Торы, но вот особая экономическая зона, это впервые. И сейчас надо сказать, что вот тема поднимали газа, то есть, естественно, газ, электричество это важно, но тем не менее важно, допустим, вопросы земли решать. Вы знаете, что в Тории земля передается практически безвозмездно предпринимателю, который вкладывает инвестиции в строительство. И вот очень важный момент, потому что многие путают, что государство создает только условия, а сам завод строит предпринимателей сами на свои деньги, на привлеченные средства и получает налоги, самое главное, в большинстве случаев именно по федеральному, на федеральном уровне. То есть, налог на прибыль, ускоренный отряд НДС, таможенные пошлины и прочее, прочее. Плюс там могут возникать различные вещи, как вот для наших ювелиров, огранщиков, как специализированные таможенные посты и прочее, прочее. Поэтому, мне кажется, потенциал Тора, он огромный. То есть, сейчас, я знаю, создан Тор еще в Южной Якутии, возможно, где-то будет еще создаваться. Вот такой инструмент, как Тор, мне кажется, как раз точечно для точки различных роста, там, допустим, может быть, западной Якутии, где-то еще в районе Алдана, в районе Ленска, там, чтобы агро поднималось. Вот такие вещи надо делать, и это очень хороший инструмент. Ну, вот вы сказали, что есть агропромышленный. Какую бы отрасль вы бы еще хотели увидеть у себя в Торе? Ну, на самом деле, там, мы когда Тор создавали, указали практически все, потому что ограничений практически нет. Потому что, ну, как мы можем забыть там ювелированный гранили, как мы можем не пустить IT-отрасли, как мы можем там обойти мебельщиков или производителей мяса и молока, допустим. В целом, надо понимать, что вот я еще раз соглашусь, что в Якутии произойдет что-то очень сложно. Ну, вот в режиме Тора, возможно, еще конкурирует. Итак, дорогие друзья, мы сегодня немножко обсудили развитие промышленности в Якутии. Хочется верить, что те планы, которые заложены в стратегии 2030, они исполнятся, только если все вместе мы за это возьмемся и достигнем этих результатов. Хочется пожелать всем удачи на этом пути. Перезрителям спасибо за внимание и оставайтесь вместе с нами. Всего вам самого доброго. До свидания.